Пронхиальная астма И если у детей аллергия впервые чаще проявляется на коже, то у пожилых в легких Есть такое понятие – атопический марш Прежде всего, аллергия генетически детерминированная Она не развивается у всех И она не всегда зависит от экологической ситуации Это антигенная детерминанта То есть человек рождается с определенным геномом И он склонен к аллергии И если он находится в неблагоприятных условиях В концентрации с высоким пылением деревьев С высокой концентрацией бытовых аллергенов С разным сталкиванием, когда появляется много домашних животных в раннем детстве Его аллергия будет прогрессировать Если у малыша, у новорожденного это будут симптомы диатез, красные щечки, дерматит То с возрастом аллергия с кожных покровов уходит в так называемую респираторную форму Это может быть аллергический ренит, насморк, заложенность А возможно бронхиальная астма, когда аллергическое воспаление развивается в легких И возникает отек, формирование слизи Вот почему и тем пожилым людям, которые раньше никогда не сталкивались с аллергией Надо быть осторожнее со всеми аллергенами Это пыльца, пыль, домашние животные, влияние экологии А при самых первых признаках любых высыпаний, заложенностей, кашля Требует направление к аллергологу Чем раньше мы диагностируем и проводим аллергеноспецифическую иммунотропную терапию Мы профилактируем бронхиальную астму И мы видим, что сейчас бронхиальная астма помолодела Она стала развиваться быстрее Если в доме живет кошка, то аллергия у человека с предрасположенностью развивается через 4-7 дней На хомячка дольше, на собаку дольше А астма будет развиваться быстрее, если мы будем контактировать с этим аллергеном Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова